Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Может уже хватит, а? Слушай, я туда и обратно. А ты целый день туда-обратно, туда-обратно. Глубина-то приличная. Вот схвати сейчас окку. Глубки поймаешь и все. Не первый год замужем. Какой замужем, если бы у тебя был ночь? Ты бы этой ерундой не занимался. Ты последний баллон расходуешь, женщина. Слушай, а поехали в ресторан. Я тебя с друзьями познакомлю. Они все приличные люди. Не то, что я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Может, она вышла на нашу волну где-то в другом месте? Это же как нарочно. Нарочно? Что значит нарочно? Кому мешал дрон? Успокоился он. Бред это все. Нужно в патруль идти на катере. Зачем патруль? Тепло сегодня. Катеры повылезали в неположенных местах. Кто со мной? Кто со мной? Командир не спрашивает и назначает. Командир сам знает, как ему приказы отдавать. Не хами майору, капитан. Юля, извини. Я на дежурство, Алабян со мной. КОНЕЦ 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 Вы чего придумали? Мы все должны подать рапорт о переводе. Куда? Куда угодно. Главное отсюда. Мне кажется, Валерий Аркадьич, он бы этого не хотел? Знаешь, умирать тоже не хотел. Ну, ты же сама говорила. У нас здесь была семья, пока эти не приехали. И что началось? Отца твоего чуть не посадили. Ну, он ведь не из-за них. Папа, он вот с убийцей жил. Из-за кого убийцы стали ходить к нам на базу, как к себе домой? Акваланги травить, маски портить? Из-за веренной. Только погибнуть мог любой из нас. А дрон из-за кого погиб? Сын, а ты видишь, что он делает? Понятно, что вас всех не переведут. Он просто хочет, чтобы назначили другого командира. Как вариант, мне то уж точно не нужен командир, который моего командира угробил. Ну, что ты несешь, а? Грек никого угробить не мог. Он всегда в огонь первым. И хоть меня там не было, я точно могу тебе сказать… Не было, вот и не говори. И вообще, это наше дело. Ты что думаешь? Да я подумаю. Мне еще со Шо там надо поговорить. Поговори, подумай и реши, с кем ты. Играет музыка. Играет музыка. Привет, черным дайверам! Вазген, я тебя предупреждал. Ашот, ашпорпес? Где ты видишь дайверов? Может, я здесь просто рыбу ловлю? Знаю я твою рыбу. Хорошие кроссовки, не маловаты. Ашот, как в тот раз ты мне сказал, с тех пор я ни разу мамой клянусь. Это просто случай такой. Я брат отказаться, но не смог. Нельзя. И ни копейки не заработал. Какой ты щедрый благодетель. Девушку привез, может и бесплатно. У нее хотя бы допуск есть? Да у нее такой допуск, что вам даже не снился. У нее воздух там заканчивается. Она последний баллон забрала и не вылезает. Потому что ты за ней не нырнул. Да без баллона, что ли? Да без баллона. Ты мужчина или кто? Мужчина. А если бы лодку сперли, пока я буду нырять? Ашот, хватит болтать, погружаемся. Ашот, хватит болтать. Ты направо, я налево. Каждые 15 минут всплываем. Принял. Это твой новый командир, да? Я слышал... Говорю, я слышал, что твоя двоюродная сестра замуж выходит за Гошу Давитяна. Сегодня родители знакомятся, да? А ты почему туда не пошел? Потому что я здесь с тобой вожусь, пока твою девицу не достанем. Это не моя девица. Ты что, я себе не враг. Хотя она красивая. А давай ты его найдешь, я тебя с ней познакомлю. Если живой найдем. Официальный дилер. Над каждой своей мастерской сделал вывеску. Официальный дилер. А дилер чего? Дилер кого? Я не понимаю. Написал бы честно. О-о-о, помойка официальная. Зато у Давитяна эти автосервисы по всему городу. Вот именно. Весь город загонил. Папа. Да, я папа. Рузанна, скажи своему отцу, чтобы шел в погреб за вином. Папа, мама попросила тебя сходить в погреб за вином. А зачем? Зачем мне мое вино? Я не понимаю. Они же все из себя такие европейцы. А европейцы в гости со своим вином ходят. Ой, Арам, скажи ему, что если он из тебя весь такой армянин, то должен гостей встречать, как полагается. Ч-ч-ч-ч. Слушай, братцы, Джанна, ну правда, ну что ты прицепился к этому мальчику? Гоша хороший парень. Вон как Рузанночку любит. Какая разница, какие дела у его отца? А ты не лезь. Ты, во-первых, мне не брат, а сестра. Во-вторых, младшая. Да-да-да-да-да. Подожди, мама. Или тебе напомнить, как ты без разрешения отца за Арама выскочила, а? Нормально? Отца тогда чуть удар не хватило. Эф. Да, суров был старик Аручев. Суров, но справедлив. Все, идут. Смотри, в руках у него, видишь, ящик. Там наверняка бутылок 10 вина. Нормально. Здравствуйте. 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 Это вам. Держи. Вы думаете, это вино? Это не вино. А что это? Это сюрприз. Сюрприз так, сюрприз. Сюрприз. Люди! Люди, кто-нибудь! Помогите меня здесь! Дим, привет. Извини, я тебя спросить хотела. Я тоже. А ты куда поступать собираешься? Как? Куда? На журфак, конечно. Да это понятно. А где? В каком городе? А, ну, Краснодар. Чтоб к вам поближе. К кому к нам? К вам. Ко всем, Дим. А… У меня родители тут. Мама скоро как раз переезжает. Ну, и к отряду. А то про кого я репортаж-то свои буду делать, а? А что такое? Да я просто подумал, ну, если я буду переводиться, то куда пристроиться? А почему переводиться? А, ну, да, понятно. А ты что хотела спросить? А, да. У тебя нет, случайно, телефона жены Валерия Аркадьевича? Да вы? Тебе зачем? Да я просто думала… Да понятно, о чем ты подумала. Ньюс, наверное, интервью хотел освоять. Мол, типа, Дронов не случайно погиб. Сенсация. Так больше лайков заработаешь. Дим, ты чего? Ну и переводись куда хочешь. Да ерунда это. Негде там прятаться. Да, в ущелье все обыскали. Получается, она в рацию вякнула и убежала. Но мы все равно продолжаем поиски, хотя… А куда она могла убежать? Там вовсю горело. Там люди. А наверху… Эй! А вы что здесь делаете? Вы кто? Юлия Аверина, майор. МЧС. Очень приятно. Но, знаете, вы все-таки идите отсюда. А вы, видимо, исследователь, да? Ну так, есть немного. Знаете, давайте-ка лучше вы идите сюда. Желательно с перчатками и пакетами для вещдоков. Ты понял. МЧС. Ну что? Грека не было еще? Какого грека? А, командира твоего нет? Слушай, он правда грек? Совсем не похож. Когда выплывет, передай ему, что у меня по нулям. И вообще, времени много прошло, надо подмогу вызывать. Сам чего не вызовешь? Ну он же главный. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да не могла она где-то там, на берег выйти? Могла. Только куда она делась? Она даже без ботинка. Так бы она прокричала мне. Тоже верно. Значит, будем тело искать. Нет у нее шансов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Судя по запаху, эта тряпка была пропитана бензином. Эксперты разберутся. Тряпка стандартная, 20 на 20 микрофибра. Продается на любой заправке. Думаю, ей заткнули канистру с бензином. Какую канистру? Ну ту самую, которую вы нашли. Без крышки. Полагаю, специально кто-то поставил ее рядом с горящей машиной, чтобы вызвать отложенный взрыв. Зачем? Можно было бросить спичку в бензобак. Можно, если есть возможность к нему подобраться. Если есть цель, взорвать машину сразу и не боишься улететь с ней куда-нибудь. Что-то мудреное. Отложенный взрыв. Может быть, канистра лежала в сгоревшей машине багажной? Это же легко проверить. Выяснить, у владельца машины была у него такая канистра или не было. Я вот почему-то уверена, что у него такой не было. А почему вы так уверены, что это не случайность? Ну, во-первых, если на месте преступления обнаруживают тряпку с ароматом бензина, это же наводит на мысли. Во-вторых, голос в рации, он же был, его все слышали. Значит, кто-то все это подстроил. Подстроила? Голосы были женскими? Слушайте, а вы точно из МЧС? Салатика положу, мама. Спасибо, дорогая. Ох, ну какая удивительная ваза, а! Прямо наглядеться не могу. Да, очень красивая. Итальянский дизайн. А это, друзья мои, армянский дизайн. Специально для моего свата ханами традиционалиста спецзаказ из Гюмри. Позволь примерить. Примери, примери. Давай, давай. Давай, давай, давай. Спасибо. Спасибо, конечно, но очень тронут. Я уже договорился. Ресторан закажем на двадцать пятом этаже. Кухня средиземноморская. Пальчики оближить. Музыка. Музыка, стоп. Это будет сюрприз. Подожди, я не понял. В смысле ресторан? Какой ресторан? Зачем ресторан, если есть двор? Вот здесь во дворе накроем столы под виноградной лазой. Если надо, задний дворик используем, поставим столы. Музыку на всю улицу. Правильно, сынок. Точно. Музыку. И дудук. Дудук, конечно же. Бабушка, ну какой дудук. Конечно. Бабушка, ну какой дудук. Пап, на дворе двадцать первый век. Нам с Гоши вошить армянские танцы. Нет, ну, почему? Тоже весело. Очень вкусное вино у вас, уважаемый Карен Арутюнович. Конечно вкусное. Это вино наша семья давит уже триста лет. Чего сидите, молчите, все думают и обманывают. А, да, да, да. Триста, думают и обманывают. Че, перестань. Традиции нужно уважать. Ну хватит уже. За традиции. Все, 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 за традиции. За традиции. Ага. Ладно. Ладно. Вино закончилось, я пойду еще немножко нацелю. А вы сидите. Это процесс не быстрый. Вы сидите и кушайте. Иди, иди. Итальянский дизайн. Тьфу. Так. Твор мой не нравится, да? Твор мой не нравится, в ресторане свадьбы играть планируете? Ага. Мне не нравится, Дуду. Что еще вам не нравится? Ашот, не ныряй больше. Здесь же Бермудский треугольник. Да как не нырять, Вазген? Там командир мой. Где там его уже нет? Ты же его не нашел. Подай мне рацию. База, база. Говорит Алабян. Прошу подкрепление. Дура. Дура. Никто сюда не заглянет. Никогда. Хоть бы рыба какая заполнилась. Или дельфин. А лучше дельфин. Они орут громко. Обалдеть. Ты кто? Слышишь меня? Больно. И давит. У тебя кровь. Давит в грудь. Больно дышать. Черт, это же кессонка. Плечи. Здорово. Здорово. Дети. Сейчас. Подожди, Саидыч. Не суйся туда. Я попытался. Бестол. Я пришел Сашку поддержать. Ну и к кому? Пришел он. Ты приковылял. Ходишь еле-еле. Черт. Я хожу еле-еле. На, смотри. Пожалуйста. Дай. Я ведь не собираюсь на вызов ехать. Так посижу, в командира поиграю. Равняюсь смирно – отставить. Равняюсь смирно – отставить. Молодец. Молодец. Ребят. Там офшор подкрепление просит. Грек нырнул. Под водой девушку искать пропал. Сорок минут нет. Как ты пропал? Точку давай. Сейчас скину. Подожди. Ты-то куда? Я сам. Сашка там тонет. А я на базе буду сидеть. Я не эти. Чем ты там поможешь? В воду я тебе все равно не пущу. Ты меня… Успокойся, командир. Спасатели, отдыхайте, а у нас вызов. Он из их отряда, не из нашего. А что-то справится. Свидетелей мы опросили. Они тоже никакой женщины не видели. А вот это мы нашли на месте аварии. Знакомы? Ну да, мы именно такими и пользуемся. Но из наших женщин сюда вчера точно никто не выезжал. Выяснили. Я, пожалуй, прокачусь к вам на базу. Ну, пообщаюсь с женщинами, с мужчинами. И отпечатки возьму. Меня подбросите? Я на такси поехал. Прошу. Я сама. Ой, Тамарочка. Тамара, Тамара. Ой, красавица наша. Красавица. Давай, иди ручки мой скорей за стол. Тамара, пойдем со мной. Это подружка невесты. Они с Рузаной с первого класса не разлей вода. Эй, Шотти когда придет? Мы же Тамарочку специально позвали. Ну, что ты меня спрашиваешь? На службе ребенок. Обещают, что зайдет. Ну, какое? Ему не до этого сейчас вообще. Что? Кристина, может, ты не человек, а русалка? А я в царстве морском. Ага. Только хвост где-то посеял. Раз ты не русалка, что под этими скалами делаешь? Может, ты скал от чего? Ты чего? Эй! В больницу тебе надо на самом деле. Побился ты весь. Об скалу приложился. Тоже мне спасатель. Что ж ты стегуна-то не вильнул? Ты скажи спасибо, что не вильнул. Сидела бы тут сейчас одна. Спасибо. Открыт, открыт, Алабян. Алабян, ответь. Алло. Так, я не понял, что со мной говорит? Майор Петров на связи. Эй. Я Вазген Газарян. А счет сейчас снизу, то есть под водой. Я сверху в лодке. Явно. Слушай меня. Когда поднимется, скажи ему, чтобы шел ко мне. Я на берегу его жду. В лучшем виду передам. Так точно. Я щель нашел. Узкая фанта. Камень мне найти такой удобный, чтобы руку помещался. Я попробую пробить дальше. Есть? На, держи. А пока мне рассказывай, что ты тут под водой искал. Сережку потеряла? Очень важная сережка. До завтра надо найти. Сережка. Сережку, говоришь? Какого сережку? У тебя же уши не проколоты. А ты наблюдательный. А может ты никакой не спасатель? А мент? А что? Нашел? Нет. Но я еще не все обыскал. Зачем меня позвали? Ты на барометр смотришь иногда. Выходи, кислород менять будем. Ну что ты будешь с ним делать, а? Упрямый, как наш отец. Или как мой сыночек младенький. А старший где? А старший где? А старший на службе, дорогая моя. Он теперь только на вызове спешит, бежит. А если все хорошо, можно и опоздать. Ну и надеюсь, скоро придет. Нарен, ну не позорь меня, выходи! А ну, дорогая, ну оставьте человека в покое. Ну с характером он остынет. Слушай, спасатель, а у тебя пилки нет с собой? Для ногтей. Чего? Подцепить надо. Пойдет? Ты где взял его? Эту сережку ты искала, да? А застежка от нее где? Где-где? В трупе жертвы. Оперуполномоченная Сергеева. Понятно. Почему тебе Плазген отказать не смог? На, иди-ка улей. Я пока досижу тут. Нельзя, понимаешь, это ж улика. Мы его почти на трупе поймали. В ста метрах. А орудия нет. Сволочь. Выкинуть успел. Оно ж такое приметное. Его многие видели. В общем, если я до завтра его не принесу, его выпустят. Да. Значит, уберемся. Ты же подтвердишь, что нашел нож под водой? Подтвержу. Подтвержу. Есть. Есть. А вы один приехали? Рохоров на берегу. У машины ждет. А наши? Ваши. Ваши чаи гоняют. Ваши. 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 Подгоерни, скорее circus. Звали ж, которую провал ее Empire. А я не делал это новое. Д rubyro7 Badong, где голову вы такли думали. Вany readers is by the texture. Смотрим обычный ложный твой убожительный ледовательный парень. Поговорю. Ув�, другой heiß. Эй! Я сделала лаз! Эй! Эй, спасатель! Не отключайся, я сама тебя не вытяну! Я позвоню в МЧС! Слышишь меня? Я вернусь за тобой, слышишь? Пожалуйста, потерпи, я вернусь! Я найду выход и вернусь за тобой! Нашел! Нашел тегун! Не знаю, куда ведет, селища Людская, просвета нет. Но тегун очень сильный, я не еле выкарапался. Если тегун идет под скалы, наверняка Грек там застрял. Сейчас еще раз попробую. Если застрял, попытаюсь вытащить. Ну вот, слушай, я худею. А вот хамить не обязательно, Ашел. Пожалуйста, это же мой командир. Так! Отставить! Ты не знаешь где сеть, будешь только полчаса искать. Давай на кадр забирайся, кидай мне трос. Если три раза дерну, значит поднимаюсь, понял? Принял. Здравствуйте. Сюда, в комнату проходите. Проходите, проходите. Вот. Здрасте. Добрый день. Добрый день. А это что ж такое-то? Это Тихон, знакомьтесь. Очень приятно. Тихон любит, когда все красиво. Да их снять надо. Он две недели ходит в них. У него уже кровоток нарушен и отек. И ступни посинели. А как же? Тринадцатые сутки. Изменение цвета нижних конечностей. Они цельные, что ли? Ну, как туда ноги в деле вообще? Не цельные, нет. Они вон с той стороны друг в друга вставляются. А обратно не вынимаются. Потому что химический процесс называется окисление. Заржавели, я вижу. Но он же мылся у них. Тактическая ошибка в ходе эксперимента. На время водных процедур надо производить снятие металлических растяжителей. Эксперимент. Попробую разрезать. А и попробуйте. Остальные пускай сами ко мне. Кстати, этот ваш Касацкий уверяет, что Дронов погиб из-за нового командира Грека. Ну, разумеется. Касацкий думал, что Дронов его поставил вместо себя. А Дронов Грека рекомендовал. Вот как? Угу. А это… Софья Кружко. Между ними что-то есть? Зоркий глаз у вас. Да, они встречаются. Жаль, что вы тот голос не слышали по рации. А вы что, думаете, что это она? Да нет. А вообще, вы знаете, у нас же есть видеорегистратор. Он и звук пишет. Хм… А вот это мысль. Браво, Юлия Владимировна! А где машина? С незапамятных времен местные жители верили, что в эти пещеры заплывают сирены из моря. А еще здесь водятся летучие мыши, которые принимают человеческий облик и заманивают путников с… Здрасьте. Добрый день. Ну, чего ты тут сидишь? Давай иду и домой. Да, куда я уже? Я же во всем виноват. Алабяна Прохоров, прием. Алабяна, на связи. На связи. Там у вас рядом пещера, из нее девушка вышла. Говорит, в глубине спасатель остался, ему помощь нужна. Я понял, знаю эти пещеры. Все, бегу туда. Это она? Живая? Живая. Принял. Сейчас майор поднимется, и мы вас догоним. Ответил? Да, поднимается. Да потерпите вы немного, мне же надо ножницами подлезть. Ай, ай, не надо. Налицо факт сращивания растяжителей с кожным покровом нижних конечностей. Налицо, налицо. Вы планируете так всю жизнь ходить? Нет, ну, ходить-то это уже вряд ли. Матвей Михалыч. Могу и не ходить. Мне для научной работы нужны руки и голова, а не ноги. Для научной работы? Его можно что-нибудь вколоть? Вколол уже, противотечное и обезболивающее. Ну, сами видите, толку от этого нет. Понятно. Ладно, будем искать другие пути. Я вас на кухне пошурую. Не провожайте. Точно здесь? Ну, мне кажется, что где-то здесь я повернула направо. Пожалуйста, только не ошибитесь. С кислонкой времени в обрез. Да, точно, точно здесь. Улег, ты тут? Так, мне надо срочно туда. Так. Кристина, вам сейчас придется трос подержать. Угу. Ну, что ты? Потерпи, потерпи, Саня. Сейчас мы тебе, как кислородный актритик устроим. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Кристина. Помощницы вы наши. Кость, Кость, вы там? Да здесь, мы здесь. Как грех? Не очень. Понял тебя. Что делаем? Сейчас я его отвяжу и буду пытаскивать. Давай, потерпи, чуть-чуть осталось. А? Принимай, готовый. Конечно, ты молодец, Валерий Аркадьевич. Мне до тебя далеко. Да ладно. Береги ребят моих. Слушайте, меня уже кто-нибудь спасет? Не понял, это кто? Весь дым повсюду. Нечем дышать. Никто не приходит. Там больше никого не было. Это не Сонин голос. Точно. Да, точно. Я карту заберу, верну потом. Вы что-то поняли? Да. По-моему, это записано у вас. Но будем проверять. То есть, кто-то заранее записал этот крик и просто поднес его к рации? Спасибо, Юлия Владимировна. Вы нам очень помогли. Спасибо. Держите. Народное средство. Мама моя так делала. Макайте в соду. И натирайте кольца у стыков. Прям хорошенько трите. Ну, а что, в принципе, да. Ржавчина это дело не любит. Вы, конечно, простите за неделикатный вопрос. В чем смысл эксперимента был? Тихон вытягивает ноги. Не протягивает пока, а вытягивает. Ну, а что, в Азиях, в Африках, носят же женщины на шеях кольца и шеи вытягиваются. За много лет, конечно. Ну, какие наши годы, да, Тихон? Блин какой-то. Ну, не знал он, что с ногами так не выйдет. А зачем вам такие длинные ноги? Вы топ-моделью хотите стать? Да вы не понимаете! Тихо, тихо, тихо. Я пытаюсь доказать, что человек может менять собственное тело как угодно. Трансформируя его на свое усмотрение. Особенно, если этот человек хирург. Он может тебя так трансформировать, мама родная не узнает. Ничего, первопроходцы во все времена подвергались унижению. Посмотрим, как вы будете смеяться, когда выйдет моя книга. Смотрите-ка, кажется, пошло. Сейчас. Есть. Ура! Свидание с хирургом откладывается. Скажи спасибо капитану и его маме. Вылезешь? Убью! А ну ж до плюньки уже! Идем с нами танцевать! Эля! Вот скажи мне, пожалуйста, какой черт меня дернул выйти замуж за твоего брата? А ведь за мной Толя Маркин ухаживал. Знаешь, сколько у него сейчас денег? И где сейчас твой Толя, знаешь? Где? Год уже как в тюрьме сидит. Посадили. Ну и что? Тот в тюрьме, этот в погребе. Какая разница? Ашотик, ты спасатель или нет? Давай скорее сюда. Спасай родную тетку. Спасай нас всех от своей тетки. Тетя Ануш, я командира в больницу везу. Ну что я там сделаю? Буду дядю на Аркане из погреба тащить. Он ведь выживет? А куда он денется? Ему не впервой. Да может он просто напился. Ну молодое вино, оно такое. Все, тетя Ануш, не могу. Молодое вино? Да. Смотри, если просто напился, то это ерунда. А вот если он надышался парами... Об этом я не подумал. Бери катер и дуй. Мы тут сами справимся. Бери мою сумку, там кислород есть. Он может пригодиться. Мы вам сообщим по Саше. Спасибо. Удачи! А я думал, вы из органов ушли, товарищ майор. А я не думала, Касацкий, что ты грека захочешь посадить. Лишь бы в командировается. Кто ж такого посадит? Его вытащили из-под воды? Что? Вытащили. Откуда вытащили, Владимир Александрович? Не волнуйся, их живой. В управление везут, барокамеру. Ну, слава Богу. Дай сюда. О, Ашот! Ашот, знакомься, это Тамара. Дядя Карен вышел. А мы уже плюнули. Давай, идем я тебя покормлю. Привет, дорога. Папа, принеси болгарку из мастерской. Ашот, милый, что такое? Ара, ты куда? Дядь Карен! Вино же, господи! Скорую вызывайте. Ара, где? Так, этоą это туалет не Cosmobil. И, Filòn, прис Egyptian. Ара, где? Penки. Мне кажется, Юió жену иjen. Ара, где это свадьбина? Я неchlussен, Евгений Теремного надев. Да, в воскресенье уж conte. Поехали, г psycho! НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Принимай огромный. Голубы нет? Убери ноги. Давай, Саня. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Все, спасибо. Дальше я сам. Доктор, можно, если мы останутся? Должен же кто-то быть с ним. Ну, кто-то должен. Этим кем-то буду я. Спасибо. Я все-таки доктор. Ну, а я кто по вашему? Кость, Кость, пойдем. Каждый свое дело делает. Сообщить о результатах? Конечно. Каренчик, я не буду больше тебя ругать. Пожалуйста, только не умирай. Очнись, Каренчик. Братик, ну что ты, ну что? Ну, пап, ну сыграем мы свадьбу во дворе. Как ты хотел, пап. Парки за суток. Ну вот, он живой. Хорошо. В ресторане так в ресторане. Картошкой? Обалдеть. Дим, ты бы додумался? Я никогда. Ну, я все-таки в этой профессии человек не случайный. И надеюсь, не за это мне орден давать будут. Моя мама лимонной кислотой ржавчину терла. Игорь, а твои родители, они здесь? Нет, они в Нижнем. О, класс. Я не была. А ты ездишь туда? Зачем? Я там достаточно пожил. Дим, ты подумал насчет заявления? Думаю. Ну-ну. В себя пришел. Да. Стабилизируется потихоньку. На днях переведем в больницу. Но посетителям туда немся. Ну, это правильно, разумеется. Но я-то не посетитель. Ну, а кто же вы? Я кто? Жена. Я, знаете, не для того замуж выходила, чтобы теперь ночевать одной. Я слыхал, барокамера для беременных полезна. Это если у них проблемы, Валда. А у нас нет проблемы. Ты хоть по врачам ходила, проверилась. А ты? А я тут лежу. А работать кто будет? Если б к нам обратно в отряд. А эти меня ненавидят. Неправда. Ты им нужен. Им нужен командир. Да, Касацкий меня легко заменит. Возьму и откажусь. Ну, перестань. Они считают, что я дрона убил? Нет. Не ты. Не ты. Эти мастер-пай. Мастер-пай. Эти мастер-пай. Девушки отдыхают Полтора года, ну а как? Изменилось у вас тут все? Да, вон горы особенно подросли Вот только ты не изменился, Илюх, такая же и хитра Ну вот я помню, что раньше на этой грунтовке не было никого, а сейчас, видишь, как на трассе Да, они пробку вон уже все объезжают здесь поверху Пробки увеличились, это да А знаешь, что остается неизменным? А? Димкин шашлык А, да? Напиши, напиши ему, пусть раскочегаривает свой мангал Так а мы же что-нибудь, сразу рыбачить поедем? Слушай, ты там со своими арабами вообще одичал, Лень? Да кто же сразу рыбачит, надо же... А, понял, понял Да Нормально все, тихо Я на грунтовку свернул, тут ментов не бывает А то в сочах смынают не по-детски, дальше тихо пойдет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Отряд, равняйсь! Смирно! Товарищ генерал, отряд 30... Да ладно, вольно, давай без этого. Есть. А что, ваш-то подполковник не собирается из больницы выходить? К чему не собирается? Сегодня за ним поеду. Ну, это хорошо. Короче, все знают, что майор Дронов нас покидает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он переводится в управление МЧС за три дивизиемель, аж в Красноярск. Ничего себе в Красноярск. Мы изучили кандидатуру, которую предложил Валерий Аркадьевич. Хотели, правда, назначить вам варяга, но потом решили, зачем. Когда у вас у самих все имеется. Вот. В общем, кандидатуру одобрили. Итак, командиром отряда 32-15 назначается капитан Грек Александр Викторович. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ генерал, товарищ майор, спасибо, конечно, но почему я... Ой, вот давай без почему. По кочану. Не по кочану, товарищ генерал, а по плечу. Я уверен, капитан Грек справится. Да, и майора мы тебе дадим. В свое время. Короче, давай без церемонии. Вот тебе выписка из приказа. Служу России. Служай. Все, поеду. А тебе, Валер, счастливые пути. Спасибо, товарищ генерал, я провожу. Все, вольно. Ну, Саня, ну, поздравляем, дорос наш московский мальчик. Поздравляю. От мажора до майора. Поздравляю, Саня, настоящий приказ. Поздравляю. Грек, молодец. Гер, ну теперь можно замуж выходить. Теперь точно майора получит. Служи ты. Служи. Да что же вы делаете? Мам, мы что, врезались? Немножко. Ну, сейчас начнется. Левик, твои родители вредители. Как ты с ними живешь, не понимаю. Ну, говорил же, сто раз предупредил. Ну, наконец, принимайте своего сына. Что такое? Что случилось? И что дурной такое? Я же сказал, мне сегодня на базу надо. Там генерал приезжает. Мне не говорил. Я маме сказал, ушли, пропали. Ну, сказал. Где здесь мой маленький, а? Папа, Джан, смотри, что мама. Держи. Сейчас я ручки помою и приду. Ну, подумаешь, генерал, ну, забыла. Вот из-за вас опоздал. Там уже новый командир, и я не знаю, кто. Что ты так переживаешь? Тут идти пять минут. Можно подумать, что если бы ты пришел вовремя, тебя бы командиром назначили. На. А что такое? Почему бы моего сына командиром не сделать, а? Да Касатского назначат, ясное дело. Все, я побежал. Все, убежал. Левик, Джан, ты зачем за своим братом так плохо смотрел? Чего он бешеный такой? Генерал, минерал. Эль, ну, при чем тут генерал? Он из-за майора переживает, из-за Дронова, из-за его отъезда. Наш он из-за кого переживать? Он, а что-то можно сказать, вы простил. Да? А мы с тобой где в это время были? Да давай вылезай, что ты там засел, урод! А ну, отъезжай! Помогите кто-нибудь мне вылезти, я вылезти не могу! Посмотрите там, что он делает, этот урод! Иди сюда, фармуй своими руками! Да помогите же кто-нибудь мне! Мужик, не стучись! Слышь, у него там задние колеса на кровью на самом. Сейчас покатится и все, привет. У нас в 8-м так фура улетела. Илюх, там что-то непонятное, пойду гляну, может помощь. Да пошли вместе. Да не надо, сиди. Вдруг разъедутся. Да пусть он кто-то три раза там улетит! Да не ори ты, он там раненый, если еще живой. Скорую надо. Живой, не живой, давайте убирайте его отсюда! Так, вы вызывайте МЧС, я посмотрю пока. А вы доктор? Доктор, доктор, вызывайте. Да я тут до вечера сидеть буду! Так не сиди! Выкинь бутылки из багажника и вылезай там! Ага, сейчас! Они там побились все уже, небось! Сколько на данный момент машин на дороге? Порядка десяти. Пострадавший один? Да. Вас поняла, вызов принят, спасатели выезжают. Ну, надо оборудование проверить, я считаю. Я тогда... Ну, оборудование каждую неделю проверю. Витя! А что, уже все? Балбес! Игорь, я понимаю, обидно, что тебя обошли. Но это же не конец света. Нет, это не конец света. Просто плевок в рожу. Ну, дрон, видно, считает, что ты еще не готов. Нет, он не прав, конечно. Ну, ты дурак, а. Я же на него, как на Бога смотрел. Командир, любимый. Зал, он ее предал спокойно. Я не понял, не ты разве? Грек. Ребята, авария на грунтовке в горах. Один без сознания, другой в машине заблокирован. Ну, и пробка уже собралась. Ну, что, сгоняю напоследок. Рядовым. Заодно посмотрю на нового командира в деле. Это выбрать? Ты командир. Капитан Костатский, старший лейтенант Алабян на вызов. Есть. Ну, и нефедов с нами. Все, работаем. Игорь, ты команды не слышал? Минуту на сборы. Игорь, не надо. Есть. Ну, сумки я тяжелые смогу носить. А то у меня молодая жена на девятом месяце. Сумки можно, но без фанатизма. Жену нельзя. В целом, нагрузки минимальные. Это же ненадолго. Сергей Саидович, вы, наверное, думаете, что скоро все будет как раньше. Так поверьте мне, как раньше не будет. Да ладно, разберемся. Спасатели народ крепкий. На нас все, как на собаках, заживает. Вот, смотрите. Раз, два, три, три, три. Сергей Саидович, вы что? Не крепкий, а терпеливый. Привыкли боль терпеть. Так вот терпеть нельзя. Станет хуже сразу ко мне. Да я и не терплю, если что, таблетку. А вот с обезболивающим и поаккуратнее. Одну в день, не более. Господи, ну за что вам? Гиреев с палочкой. Ну, долго вас ждать-то? Тут куча народу, мы заперли всех. Да ничего, солнышко, не волнуйся, не бойся. Здесь только надо будет ГИБДД подождать. Я не хочу подождать, я хочу выйти. Ну, выйди. Только не ной. Я сюда не выйду. Заня, закрой дверь. Закрой, закрой дверку, закрой. Послушайте, может быть вы отъедете, а то я тут на самом краю. Вот гайцы приедут, протокол составят, тогда и будем разъезжаться. А то пойди потом, докажи. Доктор, ну как он там, не очухался? Минуту. Ну что, в себя пока не приходит, сотрясение точно, может и ребра сломаны. До приезда скорой точно его не вытаскиваем. У меня главное ничего с собой нет, даже и до штыря. А в аптечке вот только бинт пригодился. Да что вы с ним цацкаетесь? Вытащите его нафиг с кабины. Столкните микроавтобус просто с обрывом и все дела. Вам там не стыдно? Нет. Ну давай столкнем. А кто ему погибший груз будет оплачивать? Машину, кстати, тоже. Тебе-то свои пузыри жалко бить. Ну, всем же ехать надо. Может, чутка подвинем его. Да какого чутка? Иди назад сам посмотри. Надо назад всем отъезжать. И эти еще все перекрыли. Пойду посмотрю. Ну где наш герой? А герой здесь! Ах, Боже! Ну, здорово! Заидыч, здоровее видали! Ах, я тебя сейчас! Давай помогу! Отставить! Ну, по коням! Ну как ты? Нормально! Нормально себя чувствуешь? Ага! А что доктор говорит? А что доктор говорит? Говорит, реабилитация прошла успешно. Выздоров как бык, господин Гиреев. Держи! Здравствуй, мой ребятешек хороший! И как ты там, папка, вернулся? Вернулся с новыми силами! Пойдемте! Ну, пойдемте! Ну как вы тут без меня настрадались? Еще как! Ночей не спали, плакали. Ночью надо спать! Недолго тебе осталось! Мне? Ну, нам, нам, конечно, нам! Прошу! Ой! Мадам! Все нормально? Да-да! Сейчас! Сейчас! А что это? Это доктор прописал! Витамины! Я пить хочу! Ну, возьми там сок, я же положила! Я его уже выпил! Что, весь? Угу! Он всю дорогу его дул! Господи, а потом скажи, что в туалет хочешь! Хочу! Ребят, уберите тачки! Потом разберетесь! Загородили тут все! Слушайте, да я в любой момент! Вы видите, я заперта! Да ты задом потихоньку! Тык-пык, тык-пык! Сейчас! Сначала протокол, а потом тык-пык! Вы видите, это бесполезно! У меня тут двое детей в машине! А вы мне на бампер заплатите! Мужик, хорош козлить! Ехать надо! Вот и не козли! Тебе надо, а ты езжай! Слышь, ты кого козлом назвал? Э, мужики, давайте, хорош! Машина ГИБДД скоро будет! Нужно по пробке побежать! Проверить, может, кому помощь нужна! Игорь, возьми на себя! Конечно! Тоже еще! Я же людей спасать не умею! Меня учили только бегать, смотреть и машину водить! Ты обиделся, что ли? Саша, совет тебе сразу! Не бойся лишний раз, никого обидят! Ты отдал приказ, его обязаны исполнить! Это понятно? Так точно! Останавливайся! А тот, кто не умеет исполнять приказы, хорошим командиром тоже никогда не станет! А ну разошлись, спокойно, все! Что случилось? Давай за оборудование! Она мне машину поцарапала! Сейчас в ГИБДД приедут, разберутся! МЧС-ники приехали! Сейчас они разберутся, кого столкнуть, кого нет! Хорошо! Может, врача привезли! А что они сюда не идут-то? Да хорош гудеть! Орет, то гудит! Туши вянут! Да сколько можно? Илюх! Ты что там, приступ? Пойду за руль. Может, они сейчас дорогу расчистят? Пойду за руль. Давай, дурочка. Коль, спасибо тебе! Да не за что, дорогая! Не за что! Ну, спасибо тебе, Коля! О чем ты говоришь с Аирой? Свои люди! Давай хоть сумку помогу донесить! Да ладно! Чего я сам не донесу? Я ведь не больной! Я реабилитированный! Завтра на работу выйду! Только вот к Ежову заскочу! Подожди, подожди! Какая работа? Тебе что, врачи работу разрешили? А кто их будет спрашивать? Саидыч, Саидыч! Не нравишься ты что-то-то мне? Я же вижу, у тебя вон ходить больно! Да где больно-то? Смотри! А хоп-хоп! Пара садава! Кто шагает дружно в ряд? Наш спасательный отряд! Ладно, давай, до завтра! Николя! Ря-я-я! Пожалуйста, сделайте что-нибудь! Заставьте его отъехать! У меня тут дети, а мы на краю! Мы выйти не можем совсем! А шо ты, Игорь, посмотрите, что у нее! Мы на аварию! Давай! Держи, начальник! Даньки, ну все, все, немножко осталось! Не хочу подождать, я хочу выйти! Вы не могли бы чуть вперед сдать? Да никуда я не сдам! Ты поори мне еще тут! Я тебе сказал, за руль сел! Так, стоп! Никуда не надо садиться! Пойдем! Ребят, может, лучше я назад? Пока не ерзайте! Лучше вообще не двигайтесь! Игорь, я за тросами! Приглядишь тут? Не волнуйтесь, все хорошо будет! Время! Помогу! Подождите, не мешай! Хорошо, хорошо! Хорошо, что не обвалилась! Ну, видите, они достали уже его! Давайте толкайте ее! Так, гражданин! Прекратили истерику! Сейчас стой со мной, посмотрю и будем доставать! Нет! Что? Капот помнешь! Да? Я не стал его вытаскивать без насилок, и ребра могут быть сломаны, но позвоночник вроде бы цел. Ты врач? Сапожник я без сапог, ничего не было с собой. Каза открываем? Взгляд фокусируем? Ага! Как звать? Леонид! О, и я Леонид! Что везешь, Леонид? Овощи, помидоры. Ладно, Леонид, полежи пока, я за носилками. Добро! Саш! О! Ну, чего там у тебя? Отвернуть не вариант. Места для маневра нет. Сидит плотно. Чтобы этого достать, нужно багажник разгружать. Разгружать, ага, да кто вам даст? Марьяночка, вы прям вся на нервах. Кулинарная терапия не помогает уже? Да помогает, Володь, но не всегда. Когда вот дедушки пропадают, знаете, не помогает. Какие дедушки? Я дежурила в ночную смену. Утром поступил пациент, 74 года. Ему в скорой сердечный приступ сняли. Я у него все анализы взяла, я получить не успела. Пропал дед. Ну, ушел. Он не мог уйти. Ну, сердечный приступ, он губами шевелил с трудом. Так а это камера? Ничего. В холле ничего. У главного входа ничего. А вот в коридоре, у задней двери, нашли каталку. И вот там камер нет. На каталке довезли до запасного выхода? Да, и видно, не знаю, машину что ли бросили. Машины тоже никто не видел. Зачем? Кому он нужен? Дочь вопит, что его младший сын украл. Завещание переписать. Какой-то он у них очень, видимо, состоятельный папаша. В общем, граф Шереметьев он. Шереметьев? Да, ну что смеете. Правда, у него фамилия Шереметьев. Страсти какие в этом дворянском гнезде. Прям кино. Да всем кино, Володь. А мне вот груз, понимаете, такой на совести. Марьяночка, ну ради бога. Ну, совести-то ваша тут при чем? О, а хотите пузырь его поищать? Пузырь? Его там полиция ищет вовсю. Ну, то полиция, то пузырь. Это же настоящий поисковый пес. Он даже по следам машины долго бежать может. Вы серьезно? Может, может. Я, правда, уже не могу. Нет, вам, Володе, бегать не надо. О, я сейчас позвоню. Вите Семечкину, они с пузырем друзья. Вить, подожди, как, Шереметьев пропал? Ну да. Граф, не граф, не знаю. Это же Георгий Анатольевич. 74 года. Ну, точно он. А ты что, знаешь, что ли его? А он реально граф? Он папин друг. Знаешь, сколько раз он к нам приезжал? Ну, это же как мир тесен. Вить, а можно я с тобой поеду? Ну, да. Ну, сейчас пузыря заберем у старика и пошли. Жаль, я стажера дома оставила. Слушай, ну, если бы ты еще стажера с собой взяла, то это была бы уже графская охота, а не спасение. Ты как? Да нормально. Опять приступ. Может? Леонид, у тебя в кузове ничего опаснее помидоров, нет? Нет. Точно? Вы меня слышали? Разгружать ничего не дам. Сань, я не понимаю, чем воняет? Да чача у него полный багажник. Чача, спирт, бензин, все в перемешку. Вон бутылки разбились, воняет редкостно. Чего, уважаемый, мы вашу чачу разгружаем? Что? И не только разгружаем, в полицию сообщим. Пускай выясняют, куда это вы такое количество чачи везете. И что это за чачи вообще? Хватит ныть, надоел. Так, ну не плачь. Не плачь, солнышко, посмотри. Вон дядя к нам веревочки привязывают. Смотри, как здорово, а? Нет. Так, вроде закрепил на совесть. Норм? Норм. Можем тянуть. Можем. Только он все равно вперед сдать должен. Ну так командуй. У нас же командир есть. Ой, ну кончай. Я кому сказал, за руль? Где? Эй, не трогай! Помолчи! Руки убрал от моей чачи! Я говорю, руки убрал! Да что в асту! О, ты что, придурок? Че делаешь, Ксир? Дай сюда! Крюль! Давай, давай, давай. Пошли, пошли, пошли. Мужики, огнетушитель! Есть. Где огнетушитель? Давай вперед! Пожар! Они там горят! Мы всех зайдем сейчас! Куда? Черт! Пожар! Где пожар? Мам! Да вытащите нас отсюда! Девушка, давайте детей через заднее стекло! Да, да, да. Давайте. Как себе-то вовремя. Прикрой голову, лицо, шею прикрой! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Вылетай, скорее! Давай, 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 следующее! Не хочу к дяде! Мам, я с тобой! Зайенька, иди, иди к дяде! Я сейчас! Сюда давай! Нет, нет, нет! Ага, и полет! А кто у нас тут самый храбрый? Не ты разве? Я! Вот я так и понял! Иди ко мне! Молодец! А теперь достанем мамочку! Сейчас! Все хорош! Хорош, пойдем! Это что? На, Волочка, на ней граф лежал! Нюхай пузырь! А больше ничего нету! Он без вещей приехал, что ли? Ну, как в пижаме! Он в ней пропал! Потом была сумка с документами, она тоже пропала! Как пузырь его учует, если Георгия Анатольевича вывезли на каталке? Он по асфальту не ходил! Логично! Давай тогда кругом обойдем! Дядька такой хороший! Веселый всегда! А дети у него, правда, противные! Такие противные, что могли умирающего отца украть, что ли? Он что, такой богатый, да? Ну, не беднее папы точно! Земли у него много! Чего ты нашел? Так, ты что хочешь сказать, что его из подвала, что ли, вытащили? Да, пузырь? Молодец, пузырь! Вперед, да! Давай, давай, пузырь вперед! Последуй дедушке! Ты серьезно думаешь, что они больного человека через подвал вытаскивали? Ну, так следит за металле! Каталку у двери бросили для отвода глаз! Хитро! Как ему не жалко! Ты знаешь, было бы дедушку жалко, они бы его не крали! Видно, младший боялся, что старший и папу у него заберут и не дадут завещание переписать! Простите! Ну, ты негодник, а, пузырь? Ну, почему он голый стоит? Непорядок! Молодец, Игорян! Вовремя поскочил! Кажись, обошлась! Вовремя! Да как так-то, мужики? Да ё-моё! Зато не пришлось чачу разгружать, вот и не грусти! И все-таки я не понял, а где водитель-то? Он же здесь лежал! Ты че пропал? Здесь его нет! А у тебя? Нет, нету! Внизу тоже никого! Испарился что ли, а? Может, Сашка его увидит с той стороны? Да чёрт с ним, с этим козлом! Кто мне за чачу ответил? А вы, гражданин-самогонщик, идите вон! Сотрудникам ДПС и оформляйтесь! Ладно, пойду я его там искать, потому что, правда, встал да пошел! Чудеса какие-то! Саш! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Зайники мои! Зайники мои! Побежали отсюда скорее! Да можете не бежать, они потушили уже! Иди сюда! Соня, я все хотел спросить! Ты сильно расстроена, да, что Грека командиром назначили? Не знаю ведь, не то чтобы, но просто почему? Почему не Игорь? Ладно, Игорь, есть же Петров, он майор! Ну, понимаешь, ещё ведь непонятно, как Сергей Савидович после травмы будет руководить! Вместо него Петров, а Грек вместо Дронова! Нет, не знаю, давай о греке потом! Просто не понимаю, зачем притащили пожилого человека в парк? Слушай, может он вообще не самых добрых побуждений, но решил выгулить отца напоследок! Да видела я этого Гарика-младшего! Никогда у него не было никаких добрых побуждений! Всё! Море! О, смотри, что-то пузырь несёт! Молодец, пузырь! Это что, пижама дедушки? Ну, а чья? Пошли с пузырём! Быстрее! Тихо, тихо, тихо! Вы один здесь? А с кем? Чё, жена сбежала? Где пострадавший у вас? Тихо, ребят, давайте попозже! Вот пострадавший! А что случилось? Кого потеряли? Да водителя! Наш с тобой пациента не видал его? Нет, а куда он мог подеваться с такой травмой? Не знаю! Ну, спасибо! Вы подождите здесь, хорошо? Я сам вашу машину пригоню, когда всё расчистим! Спасибо вам большое! Я лак испугалась! Тебя можно бояться, ведь ты не самая храбрая! Ой, зайка! Ну, вот и всё! Слушай, ну, может не так ещё и страшно? Он заставит нам папу завещание переписать и вернёт! Её не вернёт! Прятать будет! Если папа расскажет, что сын его украл, дочка в суде отспорит завещание! Да? Ну, конечно! Зачем только раздевать? Ну, так-то следы заметал! У человека без одежды примет меньше! Он как манекен с витрины того магазина становится! Хотя человек без одежды сам по себе большая примета! Это, кстати, был его магазин! Кого? Георгия Анатольевича! Его сеть бутиков! Он всегда папе дарил! Костюм! Костюм! Он украл костюм со своей витрины! Потому и… потому ты и лаю! Молодец, Фузырь! Он сам сбежал! Кто сбежал-то? Пойдем скорее! Кто сбежал-то? К дедушке, что ли? Он же даже не встал, а? Ну что, ну взял и встал! Ну как так взял и встал? И куда ты бежишь? К пирсу! Если его яхты нет на месте, ты точно сбежал! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да нет его нигде! Фантастика! Куда делся? Ну нет так нет! В конце концов, может, он наклемался, ушел куда-то! Мужики, давайте пробку разгонять! И экран сюда подтягивать! Эй, МЧС, вы все? Ну какое все, ребят? Вы не видите, что ли? Только начали! Давайте пробочку назад! Помогите раскалкать! Нам технику надо заводить! Водители назад отгоняем! Давай, вставай назад! Огнетушители! Людей уводим! Давай, давай назад! Давай назад! Назад! Реклама, огнетушители! Огнетушитель есть! Огнетушитель! Уводи всех! Назад уходи! Давай огнетушители! Леонида нашли? Нет! Нет! Вот дурак! Давай быстрее! Это последний! Надо еще! Давай! Еще! Как они это пьют, если это потушить нельзя? Я пустой! Я тоже! Где пожарные? Едут! Застряли! Промка на переварке! Больше нет! Даже угольцов нет! А если еще не торванет? Надо толкать в реку! Согласен! Бог с ними с полидорами! Взяли ребят в раскачку! Давай, мужики! И! Погнали! Только тихо! У него ребра сломаны! Отъезжайте сразу! А если еще раненые будут? Отъезжай за повороты и оставайся там! Илюк, сиди тут! Не туйся! Бери! Кручни! Черт! Погнали! Пошла! Погнали! Виза тишины! Люди! Погнали! Твою налево! Помогите! Мы здесь! Папа, мы сгорим! Сколько же их там? Не стучите! Сколько вас там? Помогите! Мы здесь! Откройте дверь! Арабский! Я не знаю арабский! Будем пытаться дергать! Игорь, давай ищи трос! Мужики, ищите лазейку! Вытаскивайте людей! Я-то у васика! Эй! Послушайте меня! Вы русские, понимаете? На пол! Лягте на пол! Там люди, я помогу! Я прошу, уйдите, пожалуйста! Я врач, я в Красном Кресте работал! Я понимаю, но вы гражданские сейчас! Уйдите, пожалуйста! Я по-арабски говорю! Игорь, антроз! Скажи им, чтоб легли на пол! На пол! Отойдите отсюда! В другой стене отойдите! Слышите меня? Отойдите! Давай! Стоп! Что, цепляй! Давай, мужики, быстрее! Давай! Есть! Давай, Саня, тащи его! Давай, давай, давай! Давай, давай! Есть! Давай, поехали! Есть! Сколько их там? Компач нужна? Принимай! Давай, давай! Быстрее, быстрее, быстрее! Горица! Вроде все! Давай, уходим! Давай, давай, давай! Рванёк! И вообще, зачем нам его догонять, если он сам решил? Чтобы точно знать! Опоздали! Сбежал! Софьюшка, я здесь! Георгий Анатольевич! Напугали всех! Тебя поросятам они подослали? Нет, я их не видела. Там ваш доктор очень переживает. Ну, она у меня славный доктор. Ты ей передай, чтобы она не тревожилась. А зачем вы это все устроили в больнице? Да, детки мои, свинтусы, заперли меня в доме, как в тюрьме. Объявили недееспособным. Сиделок приставили, камеры везде развесили. Нет, я, конечно, понять их могу. Папаша-гад все не дохнет и не дохнет. Обидно даже. А вот и пришлось разыграть сердечный приступ. Скорую вызвал. Ребятам денег дал. Они инфаркт нарисовали. Вот так и выкарабкался. Ну, отдаёте, конечно. И куда дальше? Ай, на свободу. Буду по миру кататься, тратить деньги, чтобы им черта не досталась. Вот дождусь только ласточку и поминай меня, как звали. Семь футов подкилим вам. Спасибо тебе, Софьюшка. Ой, папе привет передавайте. Хорошо ребенка воспитал. Не то, что я. Ихта. Нет, успокойтесь. Она жива. Извините, я пограбил вас немного. Инсулин с глюкозой. Молодец. Сейчас кислород поставлю. Так вот, скорую. Ну, что, касается. Пойдем. Пойдем, пойдем. Не бойся. Принимайте. У меня сильное отравление. Молодец. Спасибо тебе. Ты как к нам с Красного Крестата? Ну, я полтора года отработал и все. Вот домой только вчера вернулся. Надеюсь, меня в больницу возьмут. Какую? Четырнадцатая, говорят, хорошая. О, так она и сейчас тоже. Да? Конечно. Выбор одобряю. Тебя возьмут, не переживай, я похлопочу. Серьезно? Конечно. Спасибо. Сейчас твой номер запишу. Я в полицию позвонил, а они вас встретят в больнице. Главное, присматривайте за этим, чтобы не слиняло опять. Хорошо? Хорошо. Что вылупилось? Я раненый так-то. Раненый? До суда оклемаешься. Давай. Давай. Откуда они взялись, эти арабы? Из Ирака. Да ладно. Через Турцию, скорее всего. Их обещали в Финляндию доставить. Откуда ты узнал? Мужика спросил. Он ответил, айрек Финлянд. Можно догадаться? Чего они забыли в этой Финляндии? Сочи увидят, уезжать не захотят. Простите, а мы сегодня сможем нашу машину-то забрать? Ждите. Пожарные приедут, потушат, если успеют. Такси тогда вызовем. Чего-то они там сидели-то, молчали. Да небось приказали им тихо сидеть. Ну да, ну да. Ну что, капитан Греков, я считаю, я молодец. В хорошие руки передал команду. Конечно, ты молодец, Валерий Аркадьевич. Мне до тебя далеко. Да ладно. Береги. Ребят моих. Слушайте, меня уже кто-нибудь спасет. Не понял, это кто? Здесь дым повсюду. Нечем дышать. Никто не приходит. Там больше никого не было. Стоять! Всем оставаться. Я один сбегаю, посмотрю. Может, она и не там. В смысле? Не надо рисковать всей командой. Не надо. Я не понял, мы команда или нет? Грек, мы команда. Значит, слушай мою команду. Остаетесь здесь. Помогите мне! Помогите мне! Пожалуйста! Файор назад! Субтитры создавал DimaTorzok Девушка, отзовитесь! Девушка, отзовитесь! Под машиной пусто! Пусто! Нет здесь никого! Девушка, отзовитесь! Вы где? Девушка, мы вас найдем! Вы где? Я хочу, чтобы ты четко понимал, что в этом виноват ты, что все это твоя вина! В чем? Да в твоих дебильных приказах! Если бы мы сюда пришли все вместе, этого бы не произошло! Тогда бы все подорвались. Лучше бы это был ты, а не он! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...